Сегодня проходит акция в защиту жизни. Это не просто люди, которые приехали кого-то развлекать. Это люди, которые приехали рассказать о важности сохранения жизни. Там защищают родину, здесь защищают жизнь. Решение рожать или не рожать перед каждой женщиной, если стоит, это, конечно, проверка, такой тест на человечность. К сожалению, многие из нас его не проходят, о чем потом жалеют. Я больше чем уверена, что нет ни одной мамы, которая бы пожалела о том, что родила. И также я думаю, что нет ни одной мамы, которая бы не жалела об убийстве своего ребенка. Столько лет прошло, а испанники это не выходит. И в сердце так лежит. Прошу вас, прошу всех молодых, не делайте этого греха, не делайте. Потому что потом жизнь очень тяжелая и трудная получается. Прошу, прошу всех, если кому-то помощь нужна, лучше обратиться, но не делать этого греха. Вот 87 лет. А ну дальше еще тяжелее жить. Дети ведь они не умирают. Они просто уходят. И вот ангел, который стоит, нерожденных детей, ангел берет на руки ребенка, того, которого мама убивает, и осеняет его крестным знамением. А когда мама умирает, там эти детки с ней встретятся. И она своих деток увидит. Лучше этой ошибки никогда не делать. Но если сделали, жизнь перевернуть от вот этого развлечения, что мне весело жить, в покаянии и исправлении, потому что многих нужно еще отклонить от этого греха, чтобы не было вот так больно в 87 лет. Я считаю, что женщина, это действительно не просто продолжатель рода. Это человек, которому дарована такая удивительная, удивительная возможность подарить бессмертие человечеству, подарить бессмертие своей семье. И самое главное, я считаю, что возможность подарить миру нового человечка. Это и радости, и печали, это все время беспокойство. Но это такое счастье, которое нам всем даровал Господь. Сейчас у меня их трое. Они все такие разные, все уже взрослые. Но я не могу представить своей жизни, если бы хоть кого-то из них не было. Материнство – это великое счастье, которое послано каждой девушке, каждой женщине. Это нужно прожить и почувствовать, как это первое слово «мама», первые шаги, радость от успехов твоих детей. Это та природа, от которой невозможно отказаться. Я мама четверых детей. И хочу сказать вам, что когда детки маленькие, они наполняют себя таким счастьем, такой радостью. И не хочется, чтобы они взрослели. Но когда они взрослеют, это тоже такое счастье. Это настоящие твои друзья, настоящие единомышленники. И для того, чтобы семья была едина, конечно же, детей нужно воспитывать в Боге. Бог дает бессмертную душу в момент зачатия. И вот там уже человек с его бессмертным душой. Вот что сказано в книге Иова. Послушайте. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом. Вспомни, что ты, как глину, обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и побечение твое хранила дух мой». Не убивай, человек — это Божья Творитель. Не убивай, человек — это Божья Душа. Не убивай, дети Господа благословите. Не убивай, драгоценна душа малыша. Хотелось бы рассказать о том, что при храме Рождества Христова у нас действительно есть школа мам. Там есть разные специалисты. Мы приглашаем всех беременных туда, кормящих. Я как специалист по грудному вскармливанию рассказываю очень много интересного. У нас различные лекции могут проходить, у нас могут проходить индивидуальные консультации. Они связаны и с кормлением ребенка, грудным молоком, и с водом прикорма. У нас есть специалист, замечательный гинеколог наш, дорогой Елена Александровна. Она рассказывает про беременность, про роды. То есть у нас есть специалисты, которые обучают раннему массажу, неврологи. От нас может исходить реальная помощь. Поэтому, если кому-то нужно, обращайтесь в храм Рождества Христова. Там очень много специалистов, людей. Наши батюшки замечательные. Все помогут. Что хотелось бы мне сказать? Ну, наверное, то, что не стесняйтесь. Мне кажется, там действительно классные специалисты, которые вы можете обратиться абсолютно бесплатно, получить поддержку, получить помощь, если это необходимо. Продолжение следует...